МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Хорошо там, где мы есть". Полицейские рассказали березняковцам о работе участковых. Все учёные в гости к нам. Сегодня в Березняках стартовала всероссийская научно-практическая конференция. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Накануне вечером сразу в нескольких участковых пунктах полицейские провели встречу с горожанами, на которой отчитались о работе участковых, выслушали претензии, а также ответили на вопросы березняковцев. Сергей Коленик побывал на встрече. Собрание проходило в актовом зале опорного пункта полиции номер 1 на Тельмана 12. Пришли чуть больше десятка желающих пообщаться с участковыми. Те, в свою очередь, наверняка почувствовали себя, как провинившиеся школьники. Пришлось отчитываться перед гражданами о текущей работе. На сегодняшний день, за 5 месяцев 2014 года, на данном участке совершено 25 преступлений. Из них 20 преступлений уже раскрыто. Наиболее криминогенный на моём участке является дом. Это Ленин, 24 гостиничного типа. Наверное, многие его знают. После небольших докладов пришло время прямого общения. Пришедшие на собрание задавали вопросы на засыпку. Не только участковым, но и вообще полицейским. Николай Дружинин не устраивает работы дежурного оператора. Он уверен, принимающий звонки не доносит всю информацию до оперативной группы. Как оказалось, недавно Николай позвонил в полицию и сообщил, что в смотровое окно подвала пытается пролезть бомж. В этот же день неравнодушный гражданин решил узнать, приезжали сотрудники полиции или нет. Ответ были. Подёргали ручку двери в подвал и уехали ни с чем. Я девушке минут пять объяснял по телефону, что сзади дома, что слуховое окно лист отогнул, залез туда, залазил. Полицейские говорят, за день в дежурную часть поступает около 200 звонков. И отреагировать нужно на каждый. Присутствующий на собрании начальник Березенковской полиции Алексей Куледин заверил, обязательно проверит, насколько точно передаётся информация дежурной группе. Ведь все разговоры записываются. Также на встрече разбирали конкретные случаи. Некоторые нашли решение своих проблем прямо во время собрания. А вот Александр Нечаев выразил благодарность сотрудникам полиции за их работу. Пенсионеру круглые сутки названивали и угрожали коллекторы. Хотя никаких долгов ни перед кем у Нечаева нет. Мы благодарны, во-первых, диспетчеру, которая без всяких поняла, выслушала нас, поняла, сказала, что пошлём к вам в милицию. Да, милиция приехала. Нас две недели они звонками донимали. А после того один раз позвонили, и больше всё теперь. Спасибо. Тишина. Главный полицейский города уверен, такие встречи необходимы. Горожане должны знать в лицо тех, кто охраняет их покой. Для того, чтобы те люди, которые проживают на данном участке обслуживания участкового, знали и своего участкового в лицо, да, знали о тех проблемах, которые существуют на сегодняшний день. И участковый, и участковый знал о тех также проблемах, которые у нас существуют у граждан на обслуживаемой территории. Стоит отметить, что с каждым разом на таких собраниях становится всё многолюднее. А послушали о проблемах граждан и увидели, что они решаются? Сергей Каленик, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Сегодня в Пермском национально-исследовательском политехническом университете собрались около сотни человек. Там стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Березники», «Соликамск», «Усолье», «Пути исторического развития и культурного возрождения». Конференция началась в 10 утра с пленарного заседания, на котором выступали кандидаты и доктора исторических наук с презентацией монографии с интересным названием «Уральские звездочки во второй половине 19-го – начале 20-го веков. Владельцы и владения». Также ученые подготовили доклады о владениях Строгановых в начале 18-го века и коснулись страниц биографии основателя содового завода Ивана Любимова. А прямо сейчас участники конференции находятся в музее компании «Уралкалий» и в городском музее. Завтра гостей также ждет обширная экскурсионная программа. Отмечу, такая научная встреча проходит уже в десятый раз. Сначала мы проводили конференции в Перми, приглашали в Пермь, а затем перешли к другой системе. Мы начали выезжать в те города, районы, где когда-то были строгановские предприятия. Не только строгановых, и Голицыных, а Мамилек Лазаревых и других собственников. В частности, мы провели такие конференции в Очоре, Добрянке, Павловске. И вот сейчас мы приехали в Березеньки. Уникальные архивные документы сегодня презентовали средства массовой информации. Они принадлежат бывшей заведующей патологоанатомическим отделением 1-й горбольницы Александре Корниловой. Необычные документы заинтересовали Екатерину Золотареву. Почти 100 единиц самых различных документов хранятся в архиве города, переданные вот этой хрупкой женщиной Александре Федоровной, за плечами которой 54 года работы в медицине. Работая врачом-патологоанатомом, а позже став заведующей патологоанатомическим отделением, она организовала десятки конференций, изучала необычные случаи и основала самый крупный в крае по сей день патологоанатомический музей. В ее трудовой только две записи о приеме и увольнении на работу, а в прошлом году Александре Корниловой было присвоено звание «Легенда медицины». Она создала архив гистологических препаратов. То есть что это такое? Это то, что мы смотрим под микроскопом. Самые интересные опухоли, самые редкие опухоли, самые какие-то интересные случаи патологоанатомических вскрытий. Этот архив создан, он собирался тоже не один год, он есть, он существует и вот он используется, конечно, постоянно. Этот уникальный фонд, созданный Александрой Корниловой, заинтересовал работников архива. И они решили, что именно он сможет достойно представить наш город на краевом конкурсе муниципальных архивов в номинации «Использование документов». Этот конкурс «Молодой» проводится всего лишь в третий раз и пока Березнякам не удавалось становиться лучшими. То есть в конце мероприятия мы достаем секретные белые конверты, достаем оттуда секретные бумаги, заполняем галочки, оценки и обратно туда их складываем. А в конце подводятся итоги и мы говорим результаты, то есть уже непосредственно агентство. Я боюсь, если я скажу это сейчас, это всю интригу расстроит. Членам жюри предстоит отсмотреть еще не одну подобную презентацию и сделать свои выводы. А итоги конкурса станут известны лишь осенью. Уверены, что Березняки войдут в число призеров. Екатерина Золотарева, Левсабуров, Новости на Тенте. Накануне на Азоте обычный рабочий день превратился в праздничный. Там в преддверии Дня молодежи открыли доску почета молодых работников предприятия. Такое мероприятие проводится ежегодно и по традиции на доске появились портреты девяти специалистов, которые и трудятся и занимаются общественной деятельностью только на отлично. С людьми, которые вкладывают душу в свою работу, познакомилась и наша съемочная группа. У нас сегодня с вами традиционная, очень хорошая традиция и, соответственно, традиционное открытие доски почета для молодежи. Я вам честно хочу сказать, очень люблю открывать эту доску, потому что молодых на предприятии мы нас любим. Действительно, знаковый день. Из года в год на этой доске почета портреты молодых и успешных работников предприятия, участников молодежных проектов, лидеров направлений. Одним словом, лица самых талантливых и энергичных. В этом году на доске почета по традиции размещены портреты девяти человек, среди которых и Вера Письменная. Эта девушка шестой год занимается организацией обучения сотрудников филиала Азот. Вера говорит, видеть себя на доске почета очень приятно. Приятно, потому что меня заметили, меня оценили, мое участие, мое активное участие. То, что я могу находиться не только на работе, но и скрасить свою обычную серые будни, помимо работы, еще красивыми праздничными мероприятиями. Свидетельство о занесении портрета на доску почета молодежи в этот день получил и инженер-технолог производственно-технического отдела Ян Пограничный. Ян – настоящий профессионал своего дела, очень активный и целеустремленный человек. Почетная награда, на мой взгляд. Было достаточно приятно узнать, что меня отметили, мои достижения, мой вклад. Тем не менее, я считаю, что это заслуга не только моя, но и всего молодежного движения, потому что без помощи других я бы не добился этого. Директор филиала Азот Мурат Чапаров уверен в блестящем будущем предприятия. Бесспорно, с такой молодежью можно горы свернуть. На промышленном гиганте постоянно идет активная работа с кадрами. Мы в этом направлении очень большую работу ведем. Очень приятно видеть, что молодежь охотно участвует в повышении своего профессионального уровня, выказывает мотивированность к работе и желание, естественно, карьерного роста. Мы это только поощряем. Также пятерым сотрудникам филиала Азот вручили благодарственные письма за достижение высоких производственных результатов. Еще четырем молодым Азотчикам, активистам Совета молодежи, были вручены дипломы как лучшим лидерам молодежного трудового коллектива. Елена Вавилова, Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Полным ходом идет прием заявок на соревнования по стритбаскету в рамках баскетбольного проекта «Уралкалия». Предприятие совместно с администрацией города планирует провести этот зрелищный праздник спорта в день города 28 июня. А уже сегодня Татьяна Александрова встретилась с теми, кто буквально грезит баскетболом. Баскет-стрит в очередной раз готов собрать любителей баскетбола. Кстати, мероприятие пройдет в день рождения города. Уже в эту субботу на площади перед Дворцом культуры металлургов. Старт в полдень. Значит, традиционно каждый год летом мы проводим замечательное спортивное мероприятие под названием «Уличный баскетбол». Так называемая игра «3 на 3». «3 на 3» – это игра в одно кольцо и проходит она на одной половине баскетбольного поля. В каждой команде по три участника и один запасной. На зрелищные игры приглашаются все желающие, причем не просто посмотреть. Гота может принять любое участие, любой юноша, девушка, достигший. То есть, младшая группа у нас, самая младшая, это 2002-2003 год рождения. То есть, ну и вплоть до ветеранов и семейных команд. Так как баскетбол – это командный вид спорта, прийти и заявиться на участие должны не менее трех человек одновременно. Вот и Андрей Никитин вместе с друзьями пришел подать заявку. Ребята настроены решительно, каждый день тренируются с мячом. Ну, победить, конечно, хотим, но играть очень страшно, боимся. Ну, потому что сперники сильные все-таки. Мы уверены, что мы сильные, уверены, что мы победим. От участников требуется лишь желание. Все остальное сделают организаторы баскетбольного проекта компании «Уралкали» и городской спорткомитет. Кстати, подать заявку на участие можно вплоть до пятницы, 27 июня с трех дня до шести вечера в спортивной школе «Тэмп». И за пару часов перед самим состязанием на площади Дворца Металургов. Переди у ребят интересное соревнование, которое пройдет уже в эту субботу. К нему они готовятся каждый день. Попробовать себя в роли баскетболиста решила и я. Легко и просто, только со стороны. Для того, чтобы принять участие даже в самой простой игре, необходимо знать пару основных правил баскетбола. Например, чтобы быстрее двигаться по площадке. Колени у игрока должны быть чуть согнуты. Самое главное в баскетболе – это попасть кольцо. Но для этого нужно обвести противника. Какой уж там увести противника, когда мяч так и норовит выскользнуть из рук. Кстати, техника ведения мяча называется дриблинг. Но мне пока точно не до него. Хотя бы пару правильных моментов уловить. Но, как оказалось, судить баскетбольным мячом не так-то и просто. А нам остается лишь пожелать удачи нашим юным баскетболистам. Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Сегодня четверг, а значит традиционно пришло время рубрики «Хочу сказать». В очередной раз наша съемочная группа принимала поздравления и приветы от самых позитивных и доброжелательных березняковцев. В торговом центре ЦУМ. Прибыв на место съемочной площадки в торговый центр ЦУМ, некоторые участники проекта «Хочу сказать», нас уже поджидали. Поздравить с прошедшим праздником медицинских работников торопилась наша постоянная участница Татьяна Сергеева. Хочу поздравить с прошедшим праздником медицинских работников. Они мне помогают в трудную минуту, меня не бросают. Когда бы я ни обратилась за помощью, мне никогда отказа нет. Так что я им очень благодарна. Заглянули в торговый центр в теплый вечер и эти позитивные ребята. От них привет всем, кто их узнал. Я хочу передать привет своим родителям, всем, кто нас узнал, подруге Владе, Кристине, Яне и всем остальным друзьям. Я хочу передать привет родителям, брату, сестре, ну и, конечно же, всем друзьям. Лето – пора каникул, но не для выпускников. Сейчас их головы заняты строительством планов на будущее. Поддержать своих одноклассников и пожелать им доброго пути решил и Равиль из могилов. Я хочу поздравить всех выпускников с окончанием 11 класса и хорошей сдачи ЕГЭ. Хочу пожелать, чтобы была хорошая дальнейшая жизнь и хорошая карьера. Ко всем этим теплым приветам и нежным посланиям хочется немножко отправить пожелания нашим березняковцам лично от коллектива ТНТ «Березники». Мы поздравляем всех горожан с наступающим днем города. Желаем вам только счастья, солнечной погоды и отличного настроения. Татьяна Александрова, Сергей Александров, новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго. Прогноз погоды представляет «Климат-маркет. Технологии климата». Сплит-система за полторы тысячи рублей в месяц. Технологии климата. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету «Агроснаб». Прогноз погоды представляет компания «Агрострой». «Березники». Советский проспект 6. Соликамск. Энергетиков 36. Прогноз погоды представляют. Пекарня с пылу с жару, магазин «Мясоед» и новые кафе «Сиеста». Галерея вкуса. Горячий хлеб и свежее мясо под одной крышей. Ленина 45. В Березниках 27 июня переменная облачность остатков не ожидается. Температура воздуха ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 16-18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Информация предоставлена центром ФОБОС. Учим таблицу деления. Сплит-система за 9 тысяч рублей в рассрочку на 6 месяцев. Технологии климата. Звоните. 29 25 99. Адрес нашего магазина. Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Профнастил и металлопрокат. В Агрострой покупаешь. Жмем тебе руку, товарищ брат. Правильно поступаешь. Агрострой. Березники. Советский проспект 6. Звоните. 26 50 68. Начните день с сиесты. Нет в центре краше места, где можно пообедать. И с кофе день начать. А этажом пониже полезный хлеб и свежий, чтоб сразу же хозяйкам домой с собой усять. И рядом в мясоеде есть полуфабрикаты. Вам на домашний ужин. Какой? Да вам решать. Галерея вкуса. Кафе сиеста. Пекарня с пылу с жару и мясоед. В кафе завтраки, обеды и банкеты. Галерея вкуса. Ленина 45. Телефон 26 67 70. Редактор субтитров А.Семкин.